«Дедушка, а почему ты всегда улыбаешься, когда на бабушку смотришь?» Пожилой мужчина засмеялся, как умеют смеяться только старики. Душевно, искренне, по-доброму. И взлохматил мальчику волосы на голове. «Димочка, когда ты найдёшь себе девушку, которую полюбишь очень сильно и от всей души, с которой ты проживёшь всю жизнь, которая будет тебе опорой и поддержкой, тогда в старости ты тоже будешь так улыбаться, когда будешь смотреть на неё». Бабушка искоса посмотрела на дедушку и улыбнулась. «Зачем ты говоришь ему всё это, дед? Он ещё слишком мал, чтобы понимать что-то. Когда вырастет, сам разберётся во всём. Не слушай его, Дима. Он так улыбается, потому что ему хочется ещё моих сладких пирожков. Но ты их не получишь до обеда. И не надо подлизываться», — строго сказала бабушка, с любовью глядя на дедушку. Дима посмотрел на деда, а потом ему подмигнул. Мальчику было всего пять лет, но он понял, что дедушка сказал ему что-то важное, что мальчик должен запомнить. Старик приложил указательный палец к губам и прищурил глаза. «Это их секрет. Бабушка ничего в этом не понимает. Это их мужские дела. Дима никогда не расскажет секрет, который ему сказал дедушка». Дима вздохнул и снял пиджак. Солнце пекло нещадно. И вздумал же Толик жениться в такую жару. Хорошо ещё, что роспись была утром. Да, от этого толку мало. Только одиннадцать часов утра, а уже печёт, будто они в пустыне находятся. Но до вечера жара спадёт. А вечером у них вечеринка в ресторане, там и кондиционеры будут. Дима не зря вспомнил своего дедушку. Он уже несколько лет задумывался о том, что тогда ему рассказал он. Диме было уже двадцать четыре года, и он до сих пор не встретил девушку, которая бы украла его сердце. Даже Толик уже остепенился. И это тот, кто говорил, что раньше тридцати пяти его точно никто не окольцует. Ну что ж, Полине это удалось сделать в двадцать четыре года. И вот они сегодня стали мужем и женой. И Толик смотрит на свою драгоценную Полину так, как смотрел дедушка на бабушку. Не удалось Диме первому устроить свою судьбу. Значит, ещё не время. Да, судьба такая штука. Не знаешь, что тебя ждёт за поворотом. Дима прищурился, вытер пот со лба. Хватит уже сидеть. Надо домой идти. Он успеет ещё немного поработать и связаться с клиентом до вечера. Конечно, он бы ещё посидел в этом парке, но дела сами себя не сделают. Дима уже хотел встать и уйти, как вдруг заметил девушку, которая бегала вокруг клумбы с цветами неподалёку. Она явно что-то искала и была взволнована. Дима стал наблюдать за ней. Она что-то бормотала, но Дима не расслышал слов. А потом она остановилась и закрыла лицо руками. Она была очень взволнована и расстроена. Может быть, ей нужна помощь? Дима встал и подошёл к девушке. «Простите, вам нужна помощь. Вы что-то потеряли?» — спросил он. Когда девушка убрала руки от лица и посмотрела на него, у Димы перехватило дыхание. Ещё никогда он не видел таких красивых и пронзительных глаз. На секунду ему показалось, что у него обман зрения. Но приглядевшись, он понял, что не ошибся. У девушки глаза были разного цвета. Один был зелёный, другой — карий. Это было так красиво и необычно, что Дима подумал, что у девушки линзы разного цвета. И всё это вместе с внешностью девушки создавало невероятное впечатление. На ней не было косметики, но от этого она была ещё красивее. Её длинные изогнутые и мокрые ресницы блестели на солнце. «Я... да, я потеряла, и не знаю, что теперь делать», — произнесла она. Её голос словно колокольчик проник Диме в уши. «Боже, какая она невероятная!» «Что вы потеряли? Давайте я помогу», — наконец-то смог сказать Дима. Девушка растерянно посмотрела на клумбу с цветами. «Игрушку. Игрушку моей дочери». Дима еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. «Дочь. Она замужем. Вот чёрт». Он уже нафантазировал себе, что поможет ей найти ключи или телефон, а потом она будет так благодарна, что согласится пойти с ним на свидание. Но, к сожалению, его планам и фантазиям не суждено сбыться. Я гуляла с детьми, а потом мы ушли. Я обнаружила, что моя дочь потеряла свою мягкую игрушку. Продолжила девушка. Дима не выдержал и вздохнул. У неё даже не один ребёнок. Такая молодая с виду. Уже несколько детей. Жаль. «Так, давайте по порядку. Где именно вы гуляли и когда? И какую игрушку вы потеряли?» Девушка глубоко вздохнула. Было видно, что она старается взять себя в руки. Потом она сказала уже более спокойно. «Я была здесь около двух часов назад с сыном и дочерью. Им всего по три года, они двойняшки. Мы походили по парку, а потом Маша стала бегать вокруг этой клумбы. Я на секунду отвлеклась на сына, а Маша тут же оказалась внутри клумбы. Как она туда залезла, даже не представляю. И потом она упала. Я вытащила её оттуда, и мы пошли домой. А дома я обнаружила, что её маленького медвежонка нет. Она ещё не кинулась его, но будет беда, если она поймёт, что его нет рядом. Понимаете, у неё с этим медвежонком связано кое-что важное. Видите ли, меня недавно бросил муж. Мы развелись, и он уехал, и я даже не знаю, где он. Дети ему оказались не нужны. Мой сын как-то спокойно воспринял отсутствие отца. А вот Маша очень переживала, и я ей купила медвежонка. Сказала, что это её защитник. И когда он рядом с ней, то он её защищает, и она не должна расстраиваться. И она стала такой спокойной. «Господи, зачем я вам всё это рассказываю? Простите. Я оставила детей с соседкой, а сама прибежала сюда, чтобы поискать медвежонка. Но его тут нет, кажется. Кто-то его уже нашёл и забрал. Господи, что же мне делать?» Дима с восхищением смотрел на девушку. Она так эмоционально и искренне всё рассказывала, что Дима просто оторопел. Эта девушка не пыталась произвести на него впечатление, как обычно происходит при знакомстве с противоположным полом. Ей нужна была помощь. И она так нуждалась в поддержке. И она не замужем. Какая удача! Она была свободна. «Меня зовут Дмитрий, и я вам помогу. Только скажите, где вы ещё гуляли в парке?» Девушка доверчиво на него посмотрела. «Я Оля». «Так, где мы ещё были?» «На детской площадке. Но там, мне кажется, что медвежонок был у неё в руках, когда мы уходили. Он должен быть где-то здесь, в клумбе. Я уверена». Дима за пять минут обшарил всю клумбу, пока не подошёл работник парка и не выругал его. Он назвал его хулиганом и сказал, что позовёт охрану, если он сейчас же не уйдёт отсюда куда подальше. Дима взял Олю за руку и повёл её к детской площадке. «Не отчаивайтесь. У нас ещё есть шанс». Оля послушно шла за ним, растерянно хлопая своими красивыми глазищами. Дима облазил всю площадку. Оля помогала ему, заглядывая в самые укромные места. «Это он?» Услышала Оля голос Димы. Он стоял возле большой горки и показывал ей небольшую мягкую игрушку. Оля вскрикнула от радости и бросилась ему на шею. Потом она отшатнулась. «Ой, простите». «Да, да, это он». «Наверное, она упустила его здесь, когда мы гуляли». «Какое счастье!» «Спасибо вам огромное». «Поверьте, вы спасли мне жизнь. Я даже не знаю, как вас отблагодарить». Дима внимательно смотрел на неё. Когда её глаза засветились от счастья, она стала ещё красивее. И он не мог оторвать от неё взгляды. Ему вдруг стало так хорошо на душе, будто он встретил близкого друга, с которым его связывали какие-то приятные и дорогие сердцевоспоминания. «Отблагодарить?» «Это будет очень легко. Я приглашаю вас завтра на дружеское свидание». «Ничего особенного. Можем просто сходить в кафе или погулять в парке. Или, если хотите, в ресторан вас отведу», — сказал Дима. «Ой, нет, не надо ресторана и кафе. Нет-нет, я просто... Мне детей не с кем оставить». Оля засмущалась, потому что Дима ей тоже понравился. «Разве это проблема? Давайте тогда утром или днём погуляем в парке вместе с вашими детьми. Я абсолютно не против. Хоть у меня и нет детей, но я их очень люблю». Девушка пристально посмотрела на Диму и слегка улыбнулась. «Хорошо. Давайте утром погуляем в парке. Я приду». Они влюбились друг в друга. И Дима был в восторге от детей Оли. Все трое сразу покорили его сердце, а Оля была очарована Димой. Его отношением, чувством юмора, искренностью и обходительностью. Казалось, что эти двое были созданы друг для друга, потому что они понимали друг друга без слов. А дети с самого начала потянулись к Диме. Им всегда не хватало внимания отца, а Дима им дал то, что малышам было так необходимо. Любовь, заботу и ласку. Уже потом Оля рассказала Диме про своего бывшего мужа.